Здравствуйте, здравствуйте! Как я обещала в предыдущем видео, вот уже я на этих сайтах и буду вам показывать, какие сорта помидоров я взяла. Вот этот помидорки сайт и сайт духовком. Я их нашла через ютуб и вот назаказывала себе разных видов помидор и сейчас буду вам показывать, чтобы вы для себя, если будет желание, тоже пересмотрели и что-то заказали. Но говорю сразу, выбрать что-то очень сложно. Здесь такой выбор помидор, что это что-то. Это бесконечное и, конечно, села бы и выбрала бы все, попробовала бы и что-то себе оставила бы, но это невозможно. Не хватит ни силы, ни земли. Поэтому, что могла себе выбрала и сейчас с вами поделюсь. Рассказывать, вот нашла этот сайт, где я покупала и вот показываю, какие я помидоры заказывала и семена получили. Вот томат «Огонь любви». Вот я сейчас нашла. «Огонь каханья». То есть это семена из Франции, ранние. Кучь больше метра. Как видите на рисунке, они такие желтые. Желтые и довольно-таки крупные, 250-350 грамм. И очень сладкие. И так как я говорила, мне вот черри желтые очень понравились, они сладенькие. Поэтому я, исходя от того, что желтые, они, как правило, намного слаще красных. То есть, и вот он пишет, что один из самых вкусных сортов. Так что купила, заказала, ну и будем ждать урожая. Вот следующие семена – джерси-гигант. Здесь получаются очень высокие, до двух метров. Средние – спелые. Такие удлиненные плоды до 15 сантиметров. Красные, сладкие. И получается тоже где-то до 300 грамм. Вот он пишет, что впервые они, семена, вырастили в 2012 году. И они до сих пор их выращивают. Очень хороши для салатов, консервации. Ну и здесь даже можно продавать на рынке. Форма удивит многих покупателей. И из куща до 20 килограммов. Так что мне показался этот сорт тоже интересный. И я его себе заказала. И еще вот один томат сибирский. Гроздевой. Он раннеспелый. Знаете, хочется, чтобы разные были сроки созревания. И для засолки идет, для консервации. И ради чего очень важно для меня климатические умовы. То есть, вот эта засуха наша не боится разных ситуаций с климатом. Куща где-то до 90 сантиметров. Плоды себе такие, не очень большие, 100-150. Очень одинаковые. Ривни, гладкие, вытягнутые. Перцеподибные. Идеально подходят для консервации. Вот это тоже мы консервируем. И за то, что он не очень сочный, можно его даже вялить и сушить. И урожай до 7 килограмм. Не болеет. Вот это самое главное. Фито, фтора, фито, фтора. Это, конечно, сейчас бич. Так как у нас сосед вообще не справляется. Практически весь урожай у него из-за фитофторы уходит на мусор. И поэтому мы ищем, ищем. И если, конечно, находишь такой сорт, то хочешь его приобрести. И вот еще заказала такой Тодд Каунти Амишей. Среднеспелый. Куст очень высокий, до 2 метров. Такие ближе, я так понимаю, это не красный, а розовый. Очень такой, знаете, не водянистый, а будет такой плотный тоже, сахаристый, ароматный. И вот он тоже его нашел и выписал. И из графства растошеванного в штате Дакота. Так что, мне он показался тоже интересным. И будем ждать урожаев. И опять томаты Юрий Духов. Ну, это, я так понимаю, его селекция. В честь брата назвал. Кущ довольно-таки высокий. Больше полтора метра. Ну, почему я его взяла? Сладкий. Идеально подходит для консервации. Не болеет. До... Хорошо переносит жару и засуху. Вот жара и засуха. Это лето в этом году. Это было, конечно, вообще практически дождей не было. Ну, и предыдущие года, дожди лета у нас в последнее время, последние годы не очень-то и балуют. Поэтому там, где хорошо переносит жару, где не болеют, я вот в принципе... Ну, и чтобы, конечно, вкусные были. По этому принципу я и отбирала, искала такие сорта и выписала. И еще один сорт. Томат персик оранжевый. Вот он пишет, что до 20 килограммов с куста. Кущня очень высокий, метр. И что напоминает очень персик. То есть, какой-то опушек есть. Иду очень сладкий. Что этот томат, и любят очень дети. И вот он меня заинтересовал. Смотрите, сколько много. То есть, такой очень хороший сорт. Так что посмотрим, что получится. Мне показался, он интересный. И вот томат эмалия. То есть, получается, здесь мне опять же, что он вкусный, что он плотный, мало жидкости, соку. И что он имеет такую интересную форму. И его очень любят дети. Значит, сладенькие. И подходит для консервации. Я в этом году вот на подобие такой формы выращивала. И для консервирования, да, они плотные, они хорошие. И мне понравился. Так что, еще один сорт, который я вас познакомил. И вот еще. Томат прима. Средне-ранний. Низкорослый. Это я уже по желанию мужа. Ему так не нравится. Подвязывать. Такие, опять же, видать, мало сока. Сока, потому что митцни. И, как видите, вот он тоже описывает, что просто усыпан плодами. И можно не посынковать и не подвязывать. И пишет, что не гниют на грунте. Ну, вот это гниение, я же говорю, гниение, гниение. Это, конечно, проблема фитофтора, гниение. Поэтому у меня тоже, вот, чтобы угодить мужу. И чтобы не гнили. Так что этот сорт, вот, поэтому меня тоже заинтересовал. Вы ходите в выбор огромнейший на этих сайтах. Что вырастет, не знаю. Поэтому это, я сразу говорю, не реклама. Я просто любопытный человек. И мне что-то всегда интересно. И я считаю, что, если люди не знали об этих сайтах, то, конечно, смотрите, ищите, чтобы вам дачные работы, огородные работы были в радость. До свидания. Всего-всего хорошего. Заходите.